всем привет с вами ирина в этом видео хочу показать вам свою орхидейку черную многие ждали видео когда же наконец-то я покажу эту морковочку и хоть что-нибудь расскажу про нее вот это вот морковочка которая пришла мне от швертера а вот она вот такая вот у нас уже плотненько хорошенько вы видите что она бульбочку так на ела приличненько нам больше чем ее предшественницы скажем тогда старая бульбочка вот бульба у нас отличная растет все у нас хорошо и листики мы начали уже вот так вот немножко видите да начали листики у нас желтеть а вот так же спрашивали как же я ухаживаю за этой орхидейкой и просили хотя бы вкратце рассказать показать что я делаю как я ее поливаю смотрите то есть я ее не пересаживала очень много вопросов про то пересаживала я ее и если нет то почему ребят я не пересаживала почему потому что я думаю что многие знают те которые по крайней мере интересовались вообще морковками до каких называют в простонародье если морковочка наша уже начала растить молодой рост и начал опускать корни и и в этот момент пересаживать нежелательно вот это вот очень важно и этого все-таки желательно придерживаться поэтому как она ко мне пришла посаженная в мох так она у меня и стоит такие вот у нас корешки корни отличные просто отличные корни вы видите их достаточно много а вот и я это растение абсолютно не трогая вот поливаю я это растение вот так вот по краю горшочка опрыскивателем вот буквально вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть сюда вот между мхом и стаканчиком и немножечко вот так вот даже иногда нажимаю на стаканчик он мягенький для того чтобы влага водичка поступала вниз корням я не замачиваю эту орхидею я много сюда воды не наливаю буквально опрыскиваю по верху по мху и чуть-чуть по краю горшочка так чтобы влага опускалась вниз я ее немножко как бы вы видите если посмотреть на свет возможно будет видно что она у меня чуть чуть выше от стаканчика на вот очень хорошо даже видно зачем я это сделала я вот так вот пальчик в дырочку вот эту вот засунула да и немножко словно и и вытолкнула вот для чего я это сделала я вам сейчас расскажу вот я когда получила данное растение я ее не удобряла почему потому что наверняка все мы знаем что в любом случае эти растения даже находятся когда вот у поставщика в теплицах их удобряют да вот бывает такое что даже некоторые поставщики очень сильно удобряют растение для того чтобы они очень хорошо росли очень быстро росли для того чтобы их быстрее можно было продать вот только из-за этого соображения я это растение не удобряла у меня уже есть таких три больших морковки я их не удобряла около месяца времени то есть я эти растения вот как купила поставила просто поливала водичкой для того чтобы они ну как бы как минимум адаптировались к моим условиям вот и я их не удобряла после месяца я понимаю что все-таки эти растения нужно удобрять потому что многие знают что морковки любят натуральные удобрения только натуральные а вот и из натуральных удобрений что я подобрала себе я выбрала опять же зеленый дом ну оно мне очень нравится очень нравится потому что ну ребят честно я пока что не нашла вот таких вот аналогов натуральных удобрений открываешь упаковочку да там простая белая водичка или там может даже быть и розовая или голубая к примеру ну то есть разного цвета мне безумно нравится вот это вот зеленый дом гуана потому что она натуральная это реально настой настой на на навозе да тут так вот прямо и пишет навоз натуральный навоз вот и я вот на таком вот птичьем навозе это не просто птички я думаю что вы поняли по по этой картинке дали что здесь изображено вот и вот таким вот удобрением я стала удобрять свои морковки а вот я их как удобряю я наливаю в лоток немножко водички добавляю чуть-чуть этого удобрения и ставлю свои морковочки буквально вот так в воду поэтому я приподняла немножко само растение чтобы корни наши не были постоянно в воде то есть чтобы они там не замокали а постепенно по чуть-чуть как бы чтобы водичка поднималась да то есть чтобы немножко как бы было в воде но чтобы не было сильно там перебор чтобы весь мог сразу моментально там не набрал воды и не это самое ну как бы не пошли у нас проблемы с корнями да потому что если мы замочим надолго растение которое посаженное в мох конечно же она будет очень долго просыхать потому что ну вы представляете вот этот вот ком мха за сколько времени он должен просохнуть поэтому я наливаю немножко водички ставлю свои морковки вот буквально ребят минутки на две на три то есть я не увлекаюсь и и вам не советую увлекаться вот буквально на две-три минутки поставила в удобрение тут же достала и поставила обратно в горшочек то есть начала я удобрять буквально месяц спустя до этого я эти растения не удобряла просто поливала поэтому мне и не было толком что вам показать и что вам рассказать потому что они у меня как бы просто стояли и первое время ну скажем так адаптировались вот уже когда прошло некоторое время когда я уже начала предпринимать какие-то действия да теперь конечно же я могу вам показать и рассказать что я делала вот так что я пользуюсь пока что вот на морковках вот этим вот натуральным удобрением с навозом очень хорошее удобрение но мне очень нравится у меня конечно еще вот этот вот старый такой вариант да но уже у нас есть привезли очень много с дозатором такого удобрения и я хочу вам сказать что но очень хорошая ребята действительно очень классно единственное кто не любит разные вот такие вот натуральные ароматы но я не знаю тогда нужно искать вам что-то другое хотя морковки еще раз повторюсь любят очень натуральное удобрение я вообще как бы конская желательно у нас кстати есть ипподром там целые горы стоят а вот это наш знакомый там директор он говорил говорит ребята забирайте честное слово некуда забирать хотя я понимаю да что морковкам это очень нужно это очень классно для морковок им это очень нравится но ссоре навоз конечно ну куда куда не так что если кому нужно на ипподроме есть целые горы просто горы можно прийти с кулечком набрать себе либо там высушить либо что ну то есть там уже по по желанию кто кто на что гораздо вот так что я вам так вкратце постаралась рассказать какой у меня уход вот и как же я буду дальше но пока что ребят я поливаю вот этим удобрением через полив один раз у меня вода да и следующий полив у меня уже с удобрением опять же это все с чередование мне очень нравится чередование и я не один раз вам уже говорила и каждый раз стараюсь говорить что поливайте чередованием чередуйте с простой водой потому что если вы будете постоянно каждый полив в каждом поливе использовать удобрения но возможно ну всякая может быть но вы можете и перри кормить свое растение то есть она может пойти настолько вот в рост оно просто будет разрастаться расти, растить листья, растить корни, да, но напрочь откажется у вас цвести. И очень часто это большая проблема, когда пишут, что вот у меня орхидея, она там 2-3 года у меня уже стоит, и я ее поливаю, я ее удобряю, а она вот такая сяка, она не хочет у меня цвести. Ну, такую орхидею тогда желательно посадить на сухой паек. То есть, если вы ее удобряли, вы ее там кормили, холили, лелеяли, а вот пылинки сдували, она не хочет цвести, значит, садите ее на сухой паек. Исключайте тогда какие-либо вообще удобрения и старайтесь полив к минимуму. Даже вот если пришло время полива, значит, оттягиваем полив. И не нужно бояться за растение, что вот как я его на 3 дня там, если дольше оставлю без полива, оно же засохнет, оно же там зачахнет. Нет, это не для меня, это вообще что-то такое. Ребят, не надо этого бояться, просушки это абсолютно нормальное явление. И поверьте мне на слово, что просушки еще ни одному растению не навредили. Больше всего может навредить наши вот эти переливы, наши заливы, так как мы залюбливаем свои растения. Поэтому не переживайте в плане того, что где-то там чуть-чуть дольше нужно просушить растения. Единственное, что я не рекомендую такие просушки использовать на морковках, потому что морковки любят постоянную все-таки, ну, чтобы вот у них постоянно субстрат был слегка влажный. Он не должен быть мокрый постоянно, потому что для корней это тоже не очень хорошо. Но он должен быть постоянно слегка влажным. Вот. Ну, я думаю, вкратце я вам рассказала. Если у вас будут какие-то еще вопросы возникать, отвечаем, пишем. Я постараюсь отвечать на ваши вопросы. Вот. И постараюсь создавать отдельные плейлисты для вот этих вот разных растений. Да, вот черная орхидеюшка у меня будет в отдельном плейлисте. Если с ней будут происходить там какие-то изменения, если вдруг она надумает свести, значит, я буду добавлять эти видео в один плейлист для того, чтобы вам было легче, потому что вы потом путаетесь и ищите, потом пишите мне, что Ирина, как мне найти там одно видео, а как другое. То есть я буду создавать плейлисты и стараться вот эти вот видео, как-то их, ну, в одно, да, вот в один плейлист, что касается этой орхидейки, значит, это будет один плейлист. Что касается там другой морковки или еще какой-то другой орхидейки, значит, это будет другой плейлист. Вот. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.